Заседание Депутатской комиссии по вопросам градостроительства, ЖКХ и экологии прошло в Магаданской городской думе. Рассмотрели информацию о проведенных мероприятиях по ремонту грунтовых дорог и о ходе реализации государственной программы «Столица». Общий размер финансирования работ по ней на 2021 год – более 450 миллионов рублей. Капитальный ремонт фасадов и кровель учреждений образования и культуры. По данному разделу у нас предусмотрено выполнение ремонтных работ по эколого-биологическому лицею, по английской гимназии и по школе номер 7. Виды работ – фасады, межпанельные швы, отмостки, оконные блоки. На заседании комиссии депутаты ознакомились с информацией о мероприятиях по охране окружающей среды и по обращению с твердыми коммунальными отходами. Рассматривался вопрос о мерах по ликвидации избыточного мусора на улицах города. Соответствующий график у мэрии утвержден и фактически эта работа ведется. Денежные средства за утилизацию и вывоз несанкционированных свалок в бюджете предусмотрены. Устранение мусора и незаконного строительства на улицах города предусмотрено бюджетом программы «Столица». Введут или нет режим чрезвычайной ситуации, специалисты определят на следующем заседании мэрии Магадана. Решение мусорной проблемы зависит от регионального оператора, который, по словам депутатов, должен навести порядок на контейнерных площадках города. Прошу голосовать. Ведь дорог каждый погожий день. Подготовка к зиме является довольно-таки важным событием для работы городских служб. Нужно отметить, что согласно СНИП «Строительная климатология» 288 дней продолжительность отопительного периода. То есть на подготовку к зиме остается менее трех месяцев. Работы, которые ведутся в городе Магадане, уже подходят к своему завершению. На сегодняшний день порядка 90-95% по отдельным объектам готовы. Идет оформление паспортов готовности. То, что касается многоквартирных домов, также приняты к эксплуатации в зимний период. Это объекты социальной сферы, школы, садики. И с 1 сентября уже начнется образовательный процесс. То, что касается подготовки тепловых сетей, 26 июня была проведена опрессовка, в результате которой было выявлено 71 повреждения на тепловых сетях. Были выполнены работы по замене аварийных участков. Также продолжается подготовка многоквартирных домов. Работы подходят к своему завершению. И сейчас как раз идет остекление в местах общего пользования для того, чтобы тепловой контур дома был подготовлен. На сегодняшний день 17 управляющих компаний и 45 ТСЖ продолжают заниматься ремонтом крыш, межпанельных швов, кровель, подъездов, внутренних инженерных коммуникаций, систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, электрических сетей. Они будут это делать, пока погода, как говорится, позволяет. Но плановые показатели уже выполнены. Самые большие проблемы – это, безусловно, погодные условия, которые отвлекают, не дают своевременно подготовить, выполнить те работы, которые производятся только в сухое и теплое время года. Паспорт готовности муниципального образования города Магадан должен быть получен 1 ноября. Но этому предшествует большая работа. Это оформление паспортов готовности, как я уже сказал, на объекты потребителей тепловой энергии, а также источники тепловой энергии. Это Магадан Энерго, это Магадан Техбассейн. Получить своевременно паспорт готовности очень важно, ведь его наличие говорит о том, что Магадан готов к зиме полностью. Это пришествует большая кропотливая работа всех городских предприятий. Все необходимое выполнено в указанные сроки, чтобы зимой в домах было тепло. Патриотизм народа России – это неразрывно связанные между собой вещи. Мы рады, что этот форум проходит и в Магадане, завершается в Магадане. Погода у нас сегодня морская, нам не страшно. Мы рады, что у нас в гостях военные моряки. Мы рады, что присутствие военных моряков в Магадане будет сохраняться. Я хочу поздравить всех с этим праздником, опять же праздником единства армии и народа. В минувшую субботу в Магадане завершился военно-технический форум «Армия-2021». Мероприятия в рамках форума проходили в течение двух дней. Стоит отметить, что Магаданская область принимала в нем участие впервые. Форум проходит практически во всех регионах нашей страны, но основная его площадка проводится в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковном Алабино. Магадан впервые стал частью этого яркого события. С 26 по 28 августа для магаданцев и гостей колымской столицы была представлена уникальная возможность побывать на борту малого гидрографического судна «Александр Рогодский», посетить выставку военной и специальной техники, научно-деловые и культурно-художественные мероприятия. Сегодня действительно завершается замечательное мероприятие. Было много сомнений проводить, не проводить, но оно прошло и прошло с результатом. Цели этого мероприятия достигнуты. Те, кто живет в нашей стране, будут чувствовать себя еще увереннее, что они всегда защищены. Те, кому предстоит пойти в армию, будут считать это самым счастливым днем в своей жизни. Для нас, для магаданцев, вы вселили тоже уверенность в том, что действительно мы морской город, и военно-морской флот, он всегда рядом с нами. Спасибо всем, кто помогал провести это замечательное мероприятие. На торжественной церемонии закрытия форума глава муниципального образования город Магадан Юрий Гришан вручил благодарственные письма. Среди награжденных был молодежный патриотический клуб «Наследие», к слову, которому в этом году исполняется пять лет. В этом году наш клуб отмечает юбилей, нам исполняется пять лет, и за эти пять лет мы набираем обороты, очень активно приходят новые юноши, девушки, которые хотят заниматься, которые планируют поступать в высшие военные училища. Сейчас у нас, буквально несколько дней назад, пришли хорошие новости из Хабаровска. Наш курсант поступил в институт ФСБ в Хабаровске, и сейчас будут проходить службы и обучение там. Конечно, мы надеемся, что будет больше именно тех, кто планирует занимать патриотическим воспитанием. Напомним, военно-технический форум – это площадка для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, военной техники и военных технологий. Торжественная церемония открытия прошла в четверг на площади Магаданская. Спецтехнику выставили региональные спасатели и Росгвардия, пожарные машины, вездеходы и штабные автомобили. В эту среду начнется розыгрыш среди колымчан, которые успешно прошли вакцинацию. И продлится он до 1 декабря текущего года. Согласно постановлению, период проведения эксперимента разыграют уникальные номера регистровых записей о вакцинированных лицах, зарегистрированными в России. При проведении розыгрыша будет задействована компьютерная программа «Генератор случайных чисел», который обеспечивает выбор уникальных номеров. Призер в течение трех месяцев со дня проведения розыгрыша должен будет указать в личном кабинете на портале Госуслуг номер своего национального платежного инструмента, а именно карты «Мир». Всего будет 1 тысяча денежных призов по 100 тысяч рублей каждый. А выплата поступит на карту в течение шести месяцев с начала проведения розыгрыша. Смотри, это вирусы. Они очень маленькие, их просто так не увидишь. Но они вокруг тебя и могут напасть. Теперь среди них появился новый, особенно вредный коронавирус. Он живет в носу и в горле человека и вот так по воздуху захватывает других людей. Как пират. Держись подальше от тех, кто чихает и кашляет. Не бери руки в рот, не трогай лицо и все будет.